Ставится вот сюда, задается последовательность. Как можно проще специалист Роспотребнадзора рассказывает про таинство, происходящее за черным стеклом. Это новое оборудование – жидкостный спектрометр. Его только настроили и запустили. Стоит 40 миллионов рублей, но по словам специалистов, эта сумма оправдана. Спектрометр позволяет за раз, то есть за одно исследование, определить до 300 элементов в составе продукта. Именно в таком виде мясо, молоко, мед или любой другой продукт отправляется вот в эту лабораторию. Затем с этой пробирочкой происходит исследование в этом приборе. И за 15-20 минут станет понятно, есть ли в нем пестициды, антибиотики или любые другие лекарственные вещества. Причем вещества выявляются, даже если они содержатся в минимальном количестве. Такой подход позволяет выявлять фальсификат гораздо чаще. А значит не только следить за недобросовестными предпринимателями, но и увереннее чувствовать себя на мировом рынке. Сейчас Красноярский край активно сотрудничает, к примеру, с Поднебесной. А в Китае повышенные требования к безопасности продукции. Существуют методики определения, которые позволяют находить вот эти препараты только на данном оборудовании. То есть вот сегодняшняя лабораторная база до того, как мы приобрели наше оборудование современное, не позволяла нам находить даже эти препараты. Данное колбасное изделие, например, не содержит только мяса. Но не только на пестициды и антибиотики можно проверить продукт с помощью нового оборудования. По сути дела можно разобрать состав до мельчайших веществ. Это так же просто, как узнать, сколько мяса в этой колбасе. Для этого, кстати, применяют гистологический метод, то есть делают срезы. Все для того, чтобы к потребителю попал продукт с заявленным на этикетке составом. Комплексная эта система решается по борьбе в части борьбы с фальсификацией и с оборотом некачественной продукции. Вот один из этапов как раз этой работы, это приобретение новых приборов, которые позволяют выявлять продукцию, позволяют выявлять помимо запрещенных веществ продукции ее фальсификацию. Еще один помощник в этом – электронная сертификация продукции. Она позволяет проконтролировать, что происходит с продуктом на пути от фермы до полки магазина. Отмечу, в прошлом году Россельхознадзор провел более 4000 исследований. Выявлено несколько десятков фальсификатов. Ирина Денисенко, Евгений Иванов, Афонтова. Новости.